Специалисты Республиканского министерства топлива и энергетики проверяют заправки Кызыла. Эксперты приобрели дизельное топливо в нескольких автозаправочных станциях. Всего было взято пять проб. Их специалисты будут проверять по нескольким критериям. Главная задача выяснить, какое дизельное топливо продают автолюбителям. Зимнее или летнее? Ведь от этого зависит и цена солярки. Подробности узнаем у Анастасии Масловой. Календарная зима давно вступила в свои права. И столбик термометра уже опускался ниже 30 градусов. А это значит, что на автозаправочных станциях должны продавать зимнее дизельное топливо. Но вот так ли это, выясняют сотрудники регионального министерства топлива и энергетики. Дизтоплива? Пять литров. Она у вас зимняя, девушка? Да. Специалисты приобрели солярку на заправках в разных частях города. Пробы будут проверять по нескольким критериям. Главное качество – это морозостойкость. При крайне низких температурах происходит процесс кристаллизации. Парафины и летнее дизельное топливо теряют свою работоспособность. Зимняя же солярка при минус 35 сохраняет свои рабочие свойства. Но уже на первый взгляд на пробу понятно, что на некоторых автозаправках продают дизельное топливо, не соответствующее погодным условиям. Вот мы даже на примере уже можем видеть, что, допустим, две заправки уже не соответствуют своим стандартным, то, что должны зимнее топливо продавать. Вот, допустим, на лицо видно, что вот это вот, допустим, летнее дизельное топливо. То это, скорее всего, уже в перемешку. Но вот эти вот три образца, они, скорее всего, соответствуют своему стандарту. Точно о качестве топлива можно будет говорить после тщательной проверки. Купленную солярку специалисты направят на экспертизу. А после, если нарушения подтвердятся, сотрудники министерства, скорее всего, обратятся в региональный Роспотребнадзор. Анастасия Маслова, Яна Юн, телекомпания Новый Век.